Всем привет, с вами Маракайси. Сегодня я хотел бы показать вам отличный бой на танке Т-59 на карте Малиновка в режиме Встречный Бой. Это действительно мой аккаунт, просто я тут ник сменил. И бой в принципе очень даже интересный. Еду я сразу же на горку, потому что я считаю, что в режиме Встречный Бой это очень важное направление, потому что там можно танковать башни, там можно напрямую сталкиваться с противником и уже за счет скилла как-то его раскачивать и уничтожать. Т-59, шикарный танк, мне он понравился. Не сказать, что он прям вообще имба, но танк очень веселый, интересный. Я, честно говоря, без вообще раздумий каких-либо сразу же купил бы его на основном аккаунте, потому что танк стоит этого. Он реально интересный. Может быть, конечно, не имба. И вначале сразу же я начинаю тут пытаться танковать башни и стрелять по врагам, которые проезжают мимо. Я почти всегда так делаю. Плюс тип танка очень низкий. И поэтому он даже, несмотря на свои плохие углы вертикальной наводки, может спокойно играть от неровного рельефа. И этим мне он тоже нравится. Башня у него очень крепкая. И это тоже значительный плюс этой машины. Пока что я стараюсь как-то поймать момента, чтобы нанести урон противникам. При этом сам я не подставляюсь. Отъезжаю сразу же назад, если противники обращают на меня внимание. Хотя им сложно меня пробить в башню, но мало ли. И, в принципе, когда ты делаешь вид, что ты боишься, противники начинают как бы не обращать на тебя внимания. Думая, что ты безобидный. Но тем самым они очень сильно ошибаются. Я вижу, что 44-ка ворвалась. Я решил поддержать ее атаку. Она, в принципе, верно все делает. На СТ-шке действительно нужно за счет скорости врываться. Но, правда, не нужно было таранить противника. Надо было как-то его крутить, там двигаться. Но, в любом случае, я подобрался поближе к этой медальнице. И пока ИС-6 стреляет по моим союзникам, я спокойно его разбираю без проблем. Стреляю я тут голдой. Но снарядов у типа очень мало. И голда она может спокойно закончиться. Если, конечно, вы не на фулл голде играете. Хотя, в целом, снарядов мало. И они могут вообще закончиться. И тогда будет очень плохо. И, в принципе, такое вполне возможно на этом танке. Тут я отлично, опять же, играю от башни. Нанес урон у Леви и Квасу. Мне везет. Борщик по мне попадает, но не пробивает, видимо, в башню. И это очень хорошо. И дальше я даю домашку Квасу. И его тигр добирает. Я понимаю, что нужно возвращаться на свой рез. Потому что противники уже, скорее всего, там где-то в лесу тусуются. И нужно попробовать их разобрать. Помочь тут союзникам. Вперед ехать нет смысла. Там где-то в лесу наверняка засел борщ. И крайне сложно будет его там выцепить. Что-то с ним сделать. Тут мне не хватает углов вертикальной наводки. Не удалось мне пострелять. Но я решаю не подставляться лишний раз. Дальше я решаю встать в кусты. Потому что непонятно, где расположились враги. И откуда они могут вести огонь. К тому же я думал, может быть, смогу тут немного поснайперить. Хотя я фуловый. И понимаю, что мне нужно ехать наоборот. И как-то подсвечивать. И действовать активнее. Но пока я собираю информацию. Но вот уже я понял, что стоять тут нету мне точно смысла с моим-то орудием. Но оно, конечно, неплохое. Но тут есть борщик, у которого пушка получше высовывается. КВ-5. Удается пробить его в борт башни. Он снова выезжает. Я снова стреляю в борт башни. И происходит рикошет. КВ-5, к сожалению, добирает Федю. Это, конечно, плохо. Пытаюсь выцелить тут Т-34-85. И удача. Забираю его. И дальше, конечно, нужно как-то подсветить этого КВ-5. И подразобрать. Потому что стоит борщ. И он вполне может по нему стрелять. Поэтому я еду вперед. Арты тут нету. И тут много неровной местности. За счет которой я могу танковать. И это очень хорошо. Вижу КВ-5. Пытаюсь высадить ему командирскую башенку. Но у меня это не выходит. Пока что я не очень привык к этому орудию. И делаю не очень точные выстрелы. Но думаю, со временем все будет нормально. Наконец-то я наношу урон КВ-5 в башенку. И это очень хорошо. Сейчас нужно его как можно быстрее разбирать. Потому что по мне уже кто-то пытается попасть. К счастью, КВ-5 показывает сиську. И туда я уже могу пробивать без проблем. Конечно, тут нужно было поточнее мне стрелять. Потому что снарядов очень мало осталось. Подкалиберы уже закончились. Остались одни бронебойные. И в целом это, конечно, плохо. Хотя враги не имеют какое-то хорошее бронирование. Борщ он картонный. Е-25 тоже легко пробивается. Ну и ИС-ку в принципе тоже я легко пробиваю в НЛД. Правда, трачу все-таки на нее два снаряда. Опять мне везет. Борщ попадает по мне. Но урона не наносят. Я решаю, что нужно пойти в атаку. И как-то подсветить борща. Чтобы мой союзник смог по нему пострелять. Потому что я тут остался единственный быстрый танк. И нужно пользоваться своей скоростью. Я засвечиваюсь. Засвечивается тоже борщ. К сожалению, я по нему не попадаю. Но мой союзник на ПТ молодец. Смог все-таки нанести ему урон. Но каким-то образом Е-25 забирает все-таки ПТ-САУ. Подсветили его, видимо. И я решаю подобраться поближе к борщу. Чтобы как-то его подсветить. И, возможно, лев, который сидит на горе, сможет по борщу стрелять. Что-то у меня очень часто такое бывает. Что в начале боя я играю очень неплохо. Наношу много урона. Я совершаю минимум ошибок. И в целом действую уверенно. А вот под конец боя, когда нужно реально тащить. Когда нужно показывать свой скилл. Я совершаю слишком много ошибок. И действую как-то неуверенно. Нервничаю. И вот и в этом случае я сейчас буду фейлить. Проезжает Е-25, засвечивает меня. И другой Е-25 начинает напихивать мне сзади. Я понимаю, что они как бы вместе действуют. У них, видимо, взвод. И единственный вариант сейчас, который мне приходит в голову, это разобрать как-то этого борща. Потому что эти Е-25 рано или поздно наверняка как-нибудь будут меня понемногу разбирать. И выезжаю тут, делаю какие-то нелепые выстрелы, неточные. Борщ спускается. Я тут думаю, ну все, я уже слил. Но все-таки наношу борщу урон. Он выезжает. Я наношу ему снова урон. Он мажет каким-то вообще невообразимым образом. Ну и дальше я все-таки его добираю чудом. Хотя там был велик шанс того, что я промажу. Е-25 меня тут с обоих сторон разбирают. Лёва забирает одного Е-25. И это очень хорошо. Но у меня остается один снаряд. И, конечно, теперь вся надежда на Лёвлю. Наношу я урон Е-25. И дальше начинаю просто ждать. Пишу в чат, что снаряды у меня закончились. И, конечно, я тут в этот момент понимаю, что не нужно мне было столько фейлить, столько мазать, стрелять куда попало. Конечно, постоянно не ошибаться просто невозможно. Ну, лично мне. Потому что всё равно будут моменты, когда будут какие-то ошибки. Но слишком много фейлов, по моему мнению. Слишком много раз я промазал. Конечно, стоит отметить, что к этой пушке я не привык. Она вроде бы более-менее точная. Но в некоторые моменты, когда нужно действительно быстро остановиться и выстрелить, сведение слишком долгое. Ну и дальше мы с Лёвой едем на захват. Это сейчас единственный вариант. Честно говоря, в этот момент я подумал, что это, скорее всего, слив, потому что времени остаётся мало. А Е-25 это такая машина, у которой есть супер маскировка, очень точные и скорострельные орудия, и плюс шикарная скорость. То есть он может спокойно нас сейчас объехать, с любой стороны, залезть в кустик, нанести нам урон, и потом, если он даже и засветится, он сразу же спрячется, и в итоге сделать нам будет что-то крайне сложно. Но вместо этого игрок на Е-25 выезжает на нас зачем-то, подсвечивается. Но я всё равно понимаю, что ситуация сложная. Я пытаюсь сделать вид, что у меня как бы есть ещё снаряды. Начинаю ехать на него, но понимаю, что он пытается меня забрать, сейчас мне нужно как можно больше продержаться. Прячусь за трупик. Е-25 выезжает. У меня, в принципе, возможно, была возможность уйти, но вместо этого я подставился. Я хотел тараном немного нанести урон Е-25, но это была плохая затея. Тем не менее, Лёва не промазывал. Молодец он. Друзья, вот результаты этого боя. Сразу записываю после этого боя. И, в общем-то, хочу поделиться эмоциями, очень сложный для меня бой в последнее время. У меня как раз вот в этой фазе, когда нужно тащить, я начинаю ошибаться много. Да и тут я совершил кучу ошибок. Просто нереальное количество их было. И я это признаю, действительно действовал я неудачно в том моменте, когда нужно было как можно быстрее забирать ваффентрагера. И эти два Е-25, они действовали вместе, довольно слаженно, и могли меня ещё быстрее разобрать. Но, к счастью, хоть как-то я смог справиться, но моя ошибка ещё была в том, что я не экономил снаряды, я много мазал. Пушка для меня немного непривычная, она, в принципе, не очень косая, но сводится порой долго, особенно в тех моментах, когда нужно действовать точно и быстро. Но, в целом, бой неплохой, мне он понравился, довольно такой, скажем так, непредсказуемый даже чем-то. Е-Лев молодец, не подвёл, не промазал, хотя я там опять затупил в конце. Но, вроде нормально. Надеюсь, бой вам понравился. Спасибо за просмотр. Пока всем! Субтитры сделал DimaTorzok